добрый день меня зовут роман кожан и в этом видео я расскажу вам как не стать жертвой мошенников предлагающих исправить улучшить или каким-то образом изменить вашу кредитную историю итак я автор финансового блога мой рубль и совсем недавно мы готовили серию статей посвященных кредитной истории и в процессе работы над этими материалами мы увидели что в интернете оказывается есть куча мошенников которые пытаются заработать на людях у которых которым нужно исправить свою улучшить свою кредитную историю сейчас мы как раз разберем одного из таких мошенников представим что вы тот самый человек которому нужно исправить свою кредитную историю и вы решили найти в интернете материалы на эту тему вы открываете любой поисковик и задаете классический запрос как улучшить кредитную историю обратите внимание что на втором месте выдачи идет сразу вот такая такое предложение да исправьте кредитную историю от 1000 рублей вот это и вот это мы сейчас рассматривать не будем сразу хочу обратить также ваше внимание на вот эту серую иконку реклама на первом и третьем месте идут сайты которые будут предлагать вам оформить микрозайм займ в микрофинансовой организации в мфо под соусом что это может помочь исправить вам кредитную историю да безусловно это может помочь но сейчас не об этом у нас на сайте есть отдельные там несколько статей на эту тему почитайте их сейчас же вот именно разбираемся с мошенниками и смотрите исправьте кредитную историю вот человек который не сведущ в этих вопросах да он кликнет сюда кликнет сюда и когда попадет на эти сайты то соответственно может легко попасть на удочку мошенников о чем я говорю если сейчас перейти на этот сайт на открывшейся странице некая компания trust finance предлагает нам воспользоваться своими услугами они делают ставку на то что вот якобы работают с 2015 года здесь представлены куча различных роликов знакомства с компанией кому подходит исправление кредитной истории я если честно даже не стал все это дело пересматривать но остановился вот здесь на этом ролике доказательства кредитная история до и после оспаривания кредитной истории так как я человек который уже собственно разобрался в этом вопросе я сразу же понял что это брехня не может такого быть а спорить кредитную историю невозможно да в кредитной истории могут оказаться ошибки их можно исправить если речь идет об этом но если посмотреть этот ролик в целом то можно увидеть что здесь откровенная ложь и люди могут очень легко на это купиться о чем здесь идет речь давайте посмотрим я сразу же покажу те спорные моменты и мы с вами я их прокомментирую так сказать добрый день меня зовут артур я руководитель отдела по работе с клиентами компании trust finance и так с чего начинается видео добрый день меня зовут артур я руководитель так никто не делает да если ты руководитель то представься полностью как тебя зовут фамилию имя отчество ладно можно не называть это первый момент второй момент руководители особенно каких-то крупных серьезных компаний они не побоятся показать себя в этом видео я вкратце расскажу вам про услуги которые оказывает наша компания и проведу доказательства работы наших услуг вкратце о нас мы компания trust finance мы существуем на рынке более трех лет главное у нас находится в городе самара и также у нас есть представители 85 субъектов российской федерации здесь он упоминает об офисе в самаре сейчас мы немножечко отвлечемся и прежде еще несколько моментов на которые хочу обратить ваше внимание я человек который давно так сказать работает в интернете я очень хорошо в интернете разбираюсь и например об этом сайте я могу сказать следующее что вот эта страничка она выполнена на бесплатном конструкторе есть такой сервис тильда точка в с он позволяет любому человеку зарегистрироваться там и с помощью встроенного редактора сделать свой небольшой сайт или некую страничку где вот можно разместить какое-то портфолио визитку себе там и так далее да ну то есть эта компания например использует ее для того чтобы вот показать себя к чему это все говорю к тому что если компания как он выражается там существует больше трех лет если она действительно помогает людям оказывает им помощь зарабатывает на на этом так сказать давным-давно могла бы себе позволить создать собственный сайт на отдельном доменном имени вот это называется доменное имя так делают все компании да возьмите сбербанк центробанк наш сайт мой рубль там и так далее так далее госуслуги у каждого из них есть вот этот свой запоминающийся адрес здесь же он скажем так левый ну то есть то я говорю потому что эта компания может сейчас обмануть кучу людей она быстренько закроет эту страницу создаст новую и там же разместить заново всю эту информацию будет туда через рекламу еще раз повторюсь эта реклама это не выдача яндекса органическая да вот если мы опустимся ниже вот под рекламы вот пошла уже органическая выдача вот эти два две страницы тоже можно не рассматривать потому что это яндекс кью яндекс дзен то есть яндекс продвигает свои сервисы а вот здесь уже дальше пошли сайты которые опубликовали информацию о том как можно улучшить свою кредитную историю вот сюда же может попасть абсолютно любой человек если он заплатит деньги яндексу за то чтобы прорекламироваться поэтому мошенники этим пользуются естественно об этом сюда попадают вот кстати страничка этого сервиса тильда создать впечатляющий сайт еще один момент здесь а ну вот до московское шоссе 43 bc охотный ряд самара я не поленился перешел на яндекс карты нашел этот торговый центр и среди всех организаций которые здесь существуют я нашел только одну финансовый эксперт которые оказывают бухгалтерские услуги и финансовый консалтинг траст финанс и финансовый эксперт как бы разные компании да хотя бы даже по названию что-то общее есть но я больше чем уверен что вот это все пустышка это все брехня так сказать да здесь даже телефон отличаются здесь нормальный стационарный городской телефон а здесь какой-то мобильный телефон какой-то непонятный email адрес на битрикс24.ru то есть все вот свидетельствует о том что люди скажем так работают как-то неофициально может быть даже скрываются ну то есть если даже их кто-то захочет вычислить то сделать это будет сложно потому что телефоны левые какие-то да здесь правда девушка не побоялась свое лицо как бы указать ну это я уже комментировать не буду но вот руководитель по крайней мере свое лицо не показывает и ниже если мы еще опустимся здесь тоже есть отзывы которые опять же внушают доверие потенциальным лохом назовем так людей как бы ну я без обид как говорится да я и себя могу назвать лохом потому что были у меня в жизни ситуации когда я попадался на удочку мошенников но вот эти отзывы тоже это все можно сегодня заказать записать и и так далее дальше идем первая услуга которая оказывает наша компания это удаление данных о ваших закрытых просрочках удаление данных это первый косяк так сказать этих аферистов удалить данные невозможно да можно какую-то информацию исправить например может так получиться что банковский сотрудник не передал информацию о том что вы закрыли кредит и он будет у вас кредитной истории числится как открытый мы просто пишем заявление в банк банк передает эту информацию в бк и и бк и эту информацию исправляет но удалить ее да и удалить какую-то там просрочку это невозможно если только это не была информация ну то есть если это не мошенники там какие-то оформили на вас кредит и так далее да то есть дальнейшем это можно попытаться как бы оспорить удалить но реальную информацию о реальных просрочках удалить невозможно она используется в том случае если у вас были просрочки по кредитом, но вы уже этот кредит закрыли. Также эта услуга подойдет в случае, если у банка забрали лицензию, либо он по каким-то причинам закрылся. В этом случае мы поможем вам через бюро кредитных историй удалить весь негатив из ваших данных. Услуга основана полностью на законах и постановлениях Центрального банка. Еще раз повторюсь, это ложь. Удалить данные невозможно. В законе четко прописано, что данные хранятся 10 лет во всех просрочках, обо всех невыполненных обязательствах. Вторая услуга это исправление технических ошибок. Мы можем исправить все ошибочные данные, которые хранятся в вашей кредитной истории. Здесь вполне возможно, да. Технические ошибки какие-то исправить можно, но это можно сделать и вам самостоятельно, это несложно. Достаточно только получить свою кредитную историю, изучить, сравнить с вашими реально действующими кредитами. Если вдруг вы видите, что что-то не соответствует действительности, пишется заявление, его можно написать как в адрес БКИ, в котором обнаружена ошибка, так и в адрес банка. Просто написать сразу напрямую в банк удобнее. Не удобнее, а быстрее, потому что если вы напишите в БКИ, БКИ сам ничего не исправляет. Они получают ваш запрос, перенаправляют его в банк. Банк в течение 30 дней дает ответ и, соответственно, обновленная информация вносится. Если была ошибка, банк это подтвердил, то бюро исправляет эту ошибку. Если же ошибки нет, то никто ничего исправить не может. Поверьте, их там очень много. Поверьте, их там очень много. Это тоже глупость, не соответствует действительности информации. Потому что любой банк, любой бюро кредитных историй, это крупные серьезные организации. Ошибки, если и попадают туда, то это скорее исключение, нежели правило. Самое распространенное из них, это когда вы оплачиваете кредит, но не пишете заявление на закрытие счета и кредитного договора. В итоге вам начисляются какие-то недоплаты и в течение определенного времени вам начисляется на эту недоплату штраф и пене. И, в принципе, ваша кредитная история портится и вы не сможете, соответственно, получить кредит после. Потенциально такая ситуация возможна, да, что вы не закрыли кредит какой-то. Ну, то есть, в идеале лучше всего, когда вы закрываете кредит, получать от банка справку, в которой отражено, что банк не имеет к вам никаких претензий и все обязательства считает выполненными. Но может быть такое. Вот, например, у меня в практике был такой случай, когда я обратился за кредитом и банк мне параллельно с кредитом открыл, точнее, банк открыл мне дебетовую карту, счет и выдал дебетовую карту, на нее зачислил кредитные средства, я в банкомате их обналичил и пошел потратил. Соответственно, я кредит, когда закрыл, про эту карту я забыл, я ее забросил там на полку и все. А по договору у этой карты есть ежегодное обслуживание и, соответственно, если эту карту тоже не закрыть, то вам будет начисляться это обслуживание. Но, по сути дела, к кредиту эта карта отношений не имеет никакого. Хотя, тем не менее, информация о такой задолженности все-таки тоже может попасть в кредитную историю, но это уже будет отдельная запись, она никоим образом не привязывается к действующему, к исполненному кредиту, так сказать. Вот здесь вот я, когда это услышал про заморозку данных на 30 дней, я очень громко смеялся, долго и продолжительно. Я просто удивлен от наглости, нахальства этих мошенников, которые откровенно впаривают такую чушь, такую лажу, потому что это сделать невозможно, заморозить что-то там где-то в кредитной истории. Делается она для того, чтобы вы смогли получить кредит с действующей открытой просрочкой. Ну, суть технологии я раскрывать вам сейчас не буду, это наша разработанная технология. Ну, это коронная фишка всех мошенников. Суть технологии я вам раскрывать не буду, это наша фирменная фишечка там, ля-ля-та-па-ля, это тоже все чушь. Мы ее разработали и внедрили в мае 2015 года. Сейчас я вам продемонстрирую, в принципе, как все это выглядит. Ну и дальше, собственно, он покажет нам некий кредитный отчет якобы какого-то клиента, которому они помогли, точнее, у него здесь две странички, да. Это старый отчет, а в новом он, соответственно, покажет, что они сделали. Он покажет, что вот, смотрите, здесь вот были долги, а здесь их не стало. Ну, грубо просто, чтобы сейчас не тратить время на перемотку, на просмотр всего этого 7-минутного видео, сразу вам хочу сказать, что, ну, вот то, что вы увидите перед собой, это обычные листочки формата А4 с распечатанными словами и логотипом НБК, если там не изменяет память. Сделать это в фотошопе может, блин, любой школьник, любая бабушка может это сейчас сделать. Можно зайти, существуют специальные фрилансерские сайты, и даже если вы сами не можете это сделать, и там разместить заявку, там, сделайте мне то-то, то-то. И вам любой дизайнер это все сделает за 100 рублей. Поэтому, ну, вот эту чушь я даже не буду комментировать, просто хочу сказать, что вот на такое вестись точно не стоит. Это все развод. Если мы опустимся ниже, то вот здесь они предлагают 3 неких пакета услуг за 1000, за 5000 и за 10000 рублей. Я вполне допускаю, что в процессе, как бы, оформления, если кто-то человек... Это же, знаете, как бывает, это как с болезнью, когда у человека что-то болит, он готов отдать любые деньги на то, чтобы эту боль устранить, избавиться от нее. Точно так же и с кредитами, с долгами, с финансовыми обязательствами. Если у человека возникла какая-то ситуация, которая требует просто неминуемых денежных вложений, и он пойдет в банк, а в кредите ему откажут, то он будет готов на все, лишь бы вот как-то исправить эту ситуацию. Поэтому на этом, собственно, основана вот эта мошенническая деятельность, да, на этой боли человеческой, что люди, плохо осведомленные о своих, так сказать, правах, обязанностях и действующем законодательстве вообще, которые не разбираются в кредитной истории, могут на это повестись, подумать, что, блин, заплачу-ка я 1000 рублей, зато ребята мне все красиво сделают. Ну, вот в процессе, так сказать, мошенники же как действуют, да, то есть вы 1000 заплатили, они дальше вас начинают раскручивать, и я сам этот сервис не проверял, это, конечно же, мое предположение, но, тем не менее, оно имеет место быть. Итак, друзья, чтобы исправить или улучшить свою кредитную историю, есть, существуют способы, у нас на сайте есть несколько статей, вот одна из них, 12 способов исправить плохую кредитную историю, где мы рассказываем о реальных, о законных способах, да, как это все можно сделать, и никаких денег мы за это с вас не потребуем, не попросим, поэтому, пожалуйста, не стоит вестись вот на предложение таких плохих людей, а лучше потратьте время на то, чтобы, так сказать, разобраться в этом вопросе, почитайте статьи, почитайте эту информацию, посмотрите подобные видео, я уверен, вы сможете исправить все это, исправить все свои косяки, хотя сразу предупрежу, дело это не быстрое, мгновенно исправить кредитную историю невозможно, если она у вас прям совсем в плохом состоянии, то минимум от 6 месяцев до нескольких лет может уйти на то, чтобы хоть как-то с самых низов выйти на какие-то средние показатели, но уже получить возможность одобрения кредита, так сказать. Банки тоже бывают разные, есть банки, которые более лояльно относятся к плохим, так сказать, заемщикам, есть, которые очень строго к этому относятся. Все зависит от суммы кредита, да, чем больше сумма, тем более строгие требования предъявляются к заемщику. Если речь идет о каком-то небольшой сумме, там 10, 20, 30 до 100 тысяч рублей, то здесь банк может закрыть глаза на какие-то огрехи вашей кредитной истории. У меня на этом все, спасибо за внимание, удачи вам в исправлении своей кредитной истории. Продолжение следует...